В рамках работы секции научно-практической конференции аспиранты, интерны и студенты старших курсов смогли пообщаться с ведущими специалистами различных отраслей медицины и обсудили актуальные проблемы современной хирургии, неврологии, клинической психологии и фармацевтики. Благодаря тесному взаимодействию и обмену знаниями, молодые врачи и будущие медики находятся в курсе передовых и новейших научных исследований. Как участник конференции такого типа могу сказать, что это очень полезное мероприятие, которое, во-первых, дает кучу новых знакомств и в практической медицине, и в теоретической, увеличивает количество знаний у студентов и молодых ученых, которые помогают им в своей работе, открывают новые горизонты. Надо сказать, что нынешний научный форум среди молодых ученых-медиков уже перерос сугубо российский масштаб и вышел на международный уровень. Так, например, рассказать о новых методах лечения во время беременности приехала преподаватель Витебского мед. университета Анна Фетченко. Доклад у меня про ауторегуляцию коронарных сосудов. Я думаю, тема очень актуальна, потому что, к сожалению, смертность от сердечно-сосудистой патологии сейчас на первом месте, и плюс мы изучаем перинатальный стресс. То есть как стресс, который влияет на беременную женщину, в дальнейшем будет отражаться не только на первом поколении, но и в дальнейшем. Соответственно, я считаю это очень актуально, и необходимо в дальнейшем проводить исследования в этом направлении. Собравшихся участников форума в актовом зале Рязанского медицинского университета приветствовал и ректор Роман Калинин. Он отметил, что поддержка студенчества и молодежной науки является приоритетом и фундаментом в развитии вуза. У нас была в этом году проведена Всероссийская конференция студентов. В мае месяце также весьма интересно и хорошо она прошла. Здесь мы пошли дальше. То есть уже ребята будут, которые уже делают первые активные шаги в науке в качестве аспирантов или же учатся в ординатуре, но уже занимаются научными исследованиями. Формат этого мероприятия для нас новый, но я думаю, что он будет достаточно интересный. Например, на пленарном заседании ребята послушают доклады ведущих лекторов, в том числе и о том, как готовить диссертации, какие требования предъявляет сейчас высшая диссерционная комиссия. Это тоже будет им помогать. Затем уже на секционных заседаниях поделятся своим материалом, своим опытом, своими наработками. Думаю, что это будет очень интересный формат, а в дальнейшем будем совершенствовать. Посетил научно-практическую конференцию в Рязанском медуниверситете и региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Он напомнил будущим врачам о важности профессионального роста и подчеркнул, что практическая медицина ждет новых подготовленных и квалифицированных молодых специалистов. Я могу с большим удовлетворением сказать, что сейчас уже даже в районных областях в наших ведущих больницах работают молодые специалисты. Они уже занимают при маленьком сроке работы должность заведующих отделением, активно оперируют, активно работают терапевтами, узкими специалистами. И что очень важно, находясь в районных областях, я вижу, как население хорошо относится к молодым специалистам, то есть им доверяют, к ним идут, в них верят. И поэтому мы всячески поддерживаем таких молодых врачей, стараемся им помогать, стараемся им предлагать какие-то тоже новации и идем всячески навстречу. Несмотря на то, что научно-практическая конференция запланирована как однодневная, организаторы все же надеются, что форум послужит стимулом к дальнейшему профессиональному росту посетивших его участников и гостей.